Мне кажется, что тема продления молодости вечно, и особенно она становится актуальной где-то, наверное, в возрасте около 30, и чем дальше, тем она, наверное, более актуальна, и тем больше мы стараемся держать руку на пульсе, смотреть, какие новые технологии, какие новые разработки на рынке присутствуют, и я, в общем-то, не исключение. Для меня эта тема актуальна, потому что все-таки хочется сохранить хорошее состояние кожи, насколько это возможно, долго, поэтому я всегда стараюсь тестировать разный уход, как бюджетный, так и дорогой, и потом вам докладывать о результатах. Сегодня речь пойдет о дорогом уходе, которым я пользуюсь где-то приблизительно с конца ноября, и у меня один из кремов уже закончился, поэтому я решила, что вот как раз самое время с вами поделиться результатами. Речь сегодня пойдет о марке Avivi, у меня вот такой вот набор был на тестировании, также у меня есть их пробник маски, но о маске мы с вами отдельно поговорим, хоть это и пробник, но вы, короче, будете в шоке, я вам потом все покажу. Тем не менее, в основном я пользовалась вот этим набором, здесь крем для лица и крем под глаза. Как я и сказала, набор достаточно дорогой, поэтому сегодня мы обсудим с вами все. Я вот постаралась очень тщательно подготовиться к этому видео, вот чтобы вы понимали вот это вот все мои заметки, чтобы ничего не упустить и максимально вам всем рассказать. Мы будем с вами смотреть фотографии до и после, мы с вами разберем состав, мы с вами поговорим о том, чего стоит ожидать от этого ухода и чего, возможно, не стоит ожидать от этого ухода. Как видите, тема довольно обширная, поэтому давайте погнали. Что касается марки Ави, это израильская марка по уходу за лицом. У них не сильно широкая линейка, то есть, в принципе, я так посмотрела, у них все направлено на линию антиэйдж. И вот этот набор, это довольно хорошее у них предложение, то есть здесь вы получаете сразу крем под глаза и крем для лица, который можно использовать как днем, так и вечером. Стоимость этого набора сейчас на сайте 110 долларов. Сумма достаточно внушительная, но не сумасшедшая, потому что если рассматривать марки, которые специализируются на уходе, вот какие-то узкоспециализированные марки именно по уходу, то там цены вообще могут быть космические, поэтому 110 долларов это еще так, в пределах нормы, скажем так. Давайте посмотрим теперь, что нам, собственно, этот набор обещает. Здесь есть антивозрастной серум для глаз, и, естественно, так как это израильская марка, наверное, практически вся израильская косметика, она как-то так или иначе связана с Мертвым морем. Здесь также на этом есть акцент, но он все-таки незначительный. Я бы не сказала, что здесь все сводится к тому, что вот здесь вот какие-то минералы Мертвого моря. Нет, проанализировал состав, и, в принципе, связь с Мертвым морем есть, но она такая косвенная, как мне кажется, по крайней мере. Что касается курса, здесь вот на упаковке указано, что вообще, я так понимаю, курс 90 дней, это вот как бы вы получаете максимальный результат. У меня крем для лица уже закончился, хотя прошло, грубо говоря, 2 месяца прошло, мне не хватило на 3 месяца этого крема, крем под глаза у меня еще есть, то есть я им еще продолжаю пользоваться. Если чисто внешне судить, упаковка у них достаточно обычная, я бы не сказала, что это ладжери какой-то сегмент, то есть все у них основано на содержимом, нежели на внешней упаковке. Что касается объема, то у крема для лица 50 мл объем, у крема под глаза 15 мл объем. Это абсолютно стандартные объемы для такого рода кремов, поэтому здесь ничего необычного. Что касается текстуры этих кремов, то крем для лица просто легчайший на самом деле, он мне напоминает даже вот такое вот что-то граничащее с лосьоном. Я наношу 2 помпы, мне для того, чтобы на все лицо и шею нанести нужно было 2 помпы, и он вот просто легчайший, он моментально впитывается и оставляет кожу такой матово-бархатистой, наверное, вот как-то так бы я это описала. Что касается крема под глаза, он немножко более жирный, то есть ему нужно дать впитаться где-то минут, может 10, наверное, пока он вот именно полностью впитается и перестанет эта зона так поблескивать, знаете, таким вот более как жирным слоем. Теперь я предлагаю разобрать немножко состав этих кремов, потому что я знаю, что очень многие как раз таки интересуются составом, потому что когда мы платим большие деньги, хочется понимать, за что мы их платим, собственно. Но сразу скажу, я не профессионал, я не химик, я вот на 100% не могу утверждать информацию. Все, что я буду говорить, основано на моих каких-то исследованиях в интернете, и с точки зрения логики, скажем так, я делаю выводы из того, что я узнаю о тех или иных ингредиентах. Поэтому информацию, которую я вам сейчас буду давать, воспринимайте именно так, анализируйте сами, думайте и делайте выводы. Давайте начнем, наверное, с крема для лица. Здесь, в принципе, на первом месте вода, ну как и в большинстве кремов, наверное. Дальше у него стеариновая кислота в составе. Она выступает в качестве эмульгирующей и структурообразующей составляющей. Дальше в составе идет изопропилмиристат. Он, в принципе, выполняет функцию эмалента. Это тот компонент, который хорошо распределяется по поверхности кожи и делает ее мягкой. Дальше идет магнезиум алюминум силикат. Это загуститель. И также иногда он используется для того, чтобы сделать общий вид крема менее прозрачным. Следом за ним идет глицерин. Ну, глицерин это, в принципе, известное средство для того, чтобы делать кожу более мягкой и увлажнять, потому что глицерин, он так же, как и гиалуроновая кислота, похожим принципом работает, то есть задерживает влагу у вас в коже. После этого идет саполимер акрилата. Он предназначен для фиксирования средства на коже и создания своего рода пленки, которая не позволяет вот этим вот хорошим компонентам сразу выветриваться, уходить с вашего лица. Дальше у них идет компонент, который связан вот с этим кунжутом. Помните, я вам изначально читала, что молекулярное соединение на основе кунжута мгновенно и заметно разглаживает кожу. Вот как раз там гидролизат протеинов кунжута, я так понимаю, в составе. Это как раз этот компонент, который, собственно, и отвечает за то, что они нам обещают. Когда я увидела следующий компонент в составе, я сначала ужаснулась, потому что дальше идет в составе сетилалкоголь. И сейчас все, когда увидели слово спирт, алкоголь, то сразу все схватились за голову и побежали, наверное, ругаться. Но придержите лошадей, потому что спирт на самом деле бывает еще и полезным. Да, я тоже была в шоке. Есть такой компонент, как алкоголь Денатурат. Вот именно его ругают за то, что он высушивает кожу. И если он есть в составе, то он, с одной стороны, вроде бы как моментально позволяет впитываться к крему, который вы наносите. Но если мы говорим о долгосрочном воздействии, то как раз-таки этот компонент способен просто высушить вашу кожу. Что же касается ацетилового спирта, то здесь все ровным счетом наоборот. Он, напротив, очень хорошо смягчает и даже увлажняет кожу, поэтому широко используется во всяких косметических средствах, во всяких там процедурах косметических. Я оставлю вам обязательно статью, которую я прочитала о вот этих вот разных видах спирта. Если вы хотите в этом убедиться, почитайте там статьи, там, в принципе, все достаточно хорошо описано. И что касается остального состава, я не буду прям тут вот каждый компонент разбирать. Но что касается активных ингредиентов, да, которые именно помогают нашей коже, то здесь очень много масел, в том числе масло органы, масло макадамии, экстракт ромашки, морская соль и масло ши. Вот это, собственно, те компоненты, которые благоприятно воздействуют на нашу кожу. Я так вижу, что здесь достаточно много масел, и те компоненты, которые сверху списка, они позволяют просто, во-первых, воде и маслу смешиваться нормально, не конфликтовать, не расслаиваться. В то же время есть компоненты, которые формируют своего рода как пленку на коже и фиксируют их максимально на коже, чтобы они проникали внутрь, а не пытались как-то выветриваться. Что касается крема под глаза, то здесь, опять-таки, на первом месте вода. Дальше идет цитиориловый спирт, который, опять-таки, не вредный. Это, грубо говоря, эмульгатор, и он поддерживает эмульсию в стабильном состоянии, поэтому тоже его пугаться не стоит. Дальше идет еще один эмульгатор, который используется в масляных и водных препаратах. Опять-таки, вот то же самое, что и с этим. То есть, позволяет маслу и воде смешиваться нормально, и также помогает коже удерживать в лапу, и придает такой вот бархатистый эффект. Следом идет пропиленгликоль, это просто вяжущее средство. А дальше идет, кстати, компонент, который, как мне кажется, для крема под глаза достаточно хороший. Я вам напишу, как он называется, потому что выговаривать вот эти все названия, это просто нереально. Этот компонент снижает скорость фильтрации капилляров, и что нам это дает? Это то, что меньше крови проходит вот здесь вот в этих капиллярах, соответственно, это уменьшает темные круги под глазами. Дальше еще один компонент для создания эмульсии, и вот этот депептид-2, о котором тоже было в самом начале сказано, что здесь есть пептидная формула. И опять-таки, что касается масел и более натуральных компонентов, то здесь это фруктовое масло, масло жажеба, морская соль, ланолин. Ланолин это, кстати, натуральный воск, получаемый из жира овечьей шерсти. Он очень много используется во всяких бальзамах для губ тоже. Есть даже одна марка, которая специализируется конкретно на ланолине, и у них все полностью с ланолином. В общем-то, опять-таки, если проанализировать состав крема под глаза, что от него можно ждать? Что он потенциально может уменьшить темные круги под глазами, хорошо задерживает влагу под глазами, то есть эта зона у вас будет оставаться увлажненной. И также в составе есть масла и ланолин, которые питают именно вашу кожу. Это все, что касается состава этих кремов. Теперь давайте перейдем к самому главному и самому интересному, моим результатам до и после. Давайте сначала посмотрим на общий вид лица, скажем так. Фотография до была сделана в конце ноября, фотография после, буквально там, я не знаю, по-моему, вчера или позавчера я делала эту фотографию. Когда я сравнила эти две фотографии, то первое, что мне бросилось в глаза, это носогубная складка, потому что у меня носогубные складки, вот эти вот, они всегда были, то есть у меня, когда мне было 20 лет, у меня все равно они были, и также и вот здесь вот эти морщины на шее, поэтому я не считаю, что это прям возрастные изменения, потому что они у меня были всегда. Но мне очень хотелось, чтобы вот эти кремы помогли мне немножко улучшить все-таки тонус лица, чтобы носогубка стала меньше. И из того, что я вижу, носогубка стала действительно меньше, потому что она была более выраженная в ноябре. Не могу сказать, что какие-то кардинальные изменения, что прям вообще, знаете, как после пластической хирургии, нет, ничего такого нет, но в целом немножко лучше. Но что касается носогубки, здесь опять-таки нужно понимать, что вот эта вот зона, это в основном даже не кожа, это мышцы. Если мышцы в тонусе, они будут хорошо держать вот это вот все, и у вас не будет вот таких вот сильных заломов. Поэтому рассчитывать только на крем, что он вас спасет, нет, он вас не спасет. Если вы думаете, что вы можете купить какой-то крем даже там за 1000 долларов, и у вас вот такой вот лифтинг прям будет, я сомневаюсь, если честно, что такое произойдет, потому что от крема в целом нельзя этого ожидать. Поэтому я, кстати, вот такую вот штуку заказала, и это нужно для массажа, для того, чтобы возвращать тонус кожи. И я вот сейчас тоже начала это делать, и рассчитываю на то, что может быть это мне поможет даже лучше любого крема. Что же касается того, как я вообще ощущала свою кожу, то кожа однозначно была мягкая, текстура была приятной, увлажненной кожи была, не было ощущения супер там сухости, супер стянутости какой-то. Вот в принципе все было хорошо. Если посмотреть на зону под глазами, то здесь особо я разницы не вижу. У меня есть небольшое такое затемнение вот в этой области, но в принципе ничего критического, поэтому мне кажется, что здесь особо и нельзя сравнить до и после. Что касается морщин, то мне кажется, ничего не изменилось, то есть как они, какие они у меня были, такие и остались. Это скорее естественные заломы, которые есть абсолютно у всех. Что касается этой маски, пускай у меня и вот такой вот небольшой, казалось бы, пробник, но это то, что меня впечатлило больше всего. Это маска, знаете, из разряда вот то, что наносят звездам перед тем, как они идут на красную ковровую дорожку, чтобы моментальный лифтинг сделать. Ну я никогда такого не испытывала, у меня в уходе еще пока никогда такого не было, чтобы я нанесла маску, и она моментально так натянула мне кожу, как будто сзади, знаете, кто-то вот так вот меня схватил и просто натянул со всей силой кожу наверх. Как только вы эту маску смываете, вот этот прям супер-мега лифтинг эффект, конечно, пропадает, но все равно кожа выглядит намного более подтянутой. Вот я когда использовала эту маску, у меня носогубка практически полностью уходит. Потом, естественно, знаете, бороться с гравитацией, это дело неблагодарное, все равно потом все опускается. Маска ужасно дорогущая, конечно, и так вот просто ее каждую среду мазать на себя не будешь, но для какого-то особого случая, да, это просто шикарная вещь. Ну что ж, вот, наверное, и все. Подводя финальные итоги, я хочу вам сказать, что решайте для себя сами, насколько вы заинтересовались или не заинтересовались этой линейкой, потому что ценник все-таки достаточно дорогой. Но опять-таки, знаете, вопрос цены, это все-таки очень спорно, потому что, вот, к примеру, я купила на замену, когда у меня закончится Avivi крем, я купила себе на замену Lancome Genifique, который под глаза крем. У него супер много последователей, и этот крем на официальном сайте Lancome США стоит 67 долларов. Но когда я его покупала, я не сильно анализировала состав, но вот сейчас я смотрю на шестом месте, здесь как раз-таки алкоголь де натурат, то есть это тот спирт, который именно высушивает кожу. Поэтому, знаете, опять-таки, ценовая политика, это очень спорный вопрос на самом деле. Реально бывает, кремы стоят просто баснословных денег, и в то же время, как бы, разбирая состав, ты видишь какие-то спорные там компоненты. Ни один, наверное, крем не способен прям именно вернуть время назад, и супер лифтинг эффект вам сделать. От крема ждите в основном хорошее увлажнение, хорошее питание и хорошую текстуру кожи. Вот это три вещи, которые, я считаю, обязательно хороший крем должен делать. Все остальное, это уже такой бонус, который вы получите, если вам повезет, если сложится как-то хорошо обстоятельство, потому что, если вы именно хотите иметь вот такое вот супер молодое лицо, то нужно возвращать тонус мышцам, а это уже либо косметологические процедуры, либо какая-то гимнастика, типа вот такими вот штуками. Но не думайте, что вы можете купить какой-то крем, и это заменит вам чуть ли не пластическую операцию. Так, все, видео на этом надо заканчивать, потому что я еще очень долго могу болтать на эту тему. И если у вас остаются какие-то еще вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также пишите свою точку зрения, потому что, мне кажется, в комментариях можно эту тему развить еще и немножко больше поговорить об этом. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео в будущем. И еще я вам оставлю пару ссылок на другие мои видео, я думаю, они тоже должны быть вам интересными, поэтому их тоже обязательно посмотрите. И мы с вами увидимся в следующих моих видео.